Всем привет! В сегодняшнем обзоре будет не совсем молодая модель, но и не совсем старая. Это Mitsubishi A6M5, так называемый Zero Fighter, который еще также назывался как ZK. Это модель от Tamiya, от японской компании Tamiya. И, как вы можете видеть, коробка не совсем большая, сам самолет выполнен в 48-м масштабе. На коробке, на лицевой стороне вы можете видеть само изображение самолета, название модели, некоторые его качества, вот они перечислены. То, что включены, например, фигурки пилотов или, например, не включен клей и краски. Также указаны размеры собранной модели, это 23 см размах крыла и 19 см длина фюзеляжа. А что у нас есть на сторонах модели? На сторонах модели указана схема окраски, их всего три в модели. Все будут зеленого цвета, будет изменяться просто обозначение. Вот я сфокусировал камеру. Далее идет снова обозначение модели. Схема окраски, те самые модельки и фигурки пилотов. Ну и снова данные модели. А что внутри? Коробка довольно-таки плотно набита деталями. Первая у нас идет, это рамка с крылом. Сразу отмечу, что качество пластика очень хорошее. Как вы можете видеть, расшивка, заклепки. Все дано в очень хорошем качестве. Никакого обоя, никаких утяжен. Сразу видно, что японское качество. Как вы видите, заклепки будут даны отдельным, так скажем, отдельно собирающимся шагом. То же самое относится и к колесным нишам. Далее идет рамка с прозрачным пластиком. Это сам фонарь и некоторая прозрачная часть. Стоит также отметить, что этот набор не совсем обычный тем, что маски сразу включены в комплект. Но это не такие маски, как, например, в Эдуарде. Их надо будет самому нарезать перед тем, как наносить на модель, наклеивать на модель. Далее идет рамка с фюзеляжем. Как вы видите, фюзеляж снова тоже в очень хорошем качестве. Кивидан отдельно. То же самое и с капотом. Он даже не на рамке, а, как вы можете видеть, как отдельная запчасть. Подвесной пак. Выхлопные патрубки. Внутри фюзеляжа даны детали коккета. Хоть какая-то деталировка, на которую будут цепляться дополнительные детали. Я их сейчас покажу. Далее у нас идет рамка с пилотами. С самими фигурками. Как вы видите, руки сделаны отдельно. То есть, можно бы сконфигурировать позу, как вам удобно. То же самое и с ковалами. Все очень даже неплохо. Далее идет рамка с... Ну, скажем так, с мелочью. Здесь уже идет пилот в сидячем положении. Полностью, почти вся кабина. Стабилизаторы. Снова паки. Так называемые поликэпы. То есть, резиновые насадки. Скорее всего, используются для винта. Шасси. Двигатель. Который отлит тоже очень даже неплохо. Я сейчас попробую сфокутировать. Вот так. Нет. Вот. Как вы видите, двигатель тоже очень хорошо отлит. Все простые тени. Далее идут колесные ниши, как я говорю, которые сделаны на отдельной детали. И вот все с другой стороны выглядит вот так. Далее, как я понимаю, это вполне обычная черта 48-х наборов от Томи. Собственно говоря, это вот это вот. То есть, это план самолета, план модели в натуральную величину. Вполне можно сделать с него, например, вырезки для камуфляжа, маски. С обратной стороны тоже в данной несколько схем окраски. Что очень даже интересно. Далее идет инструкция в традиционном Томи-формате. То есть, это как бы разворачивающаяся бумага. Всего по инструкции. Ну, 17 шагов, если не считать шагов 18-го, связанного с фигуркой пилота. Далее у нас идет... Так. Вот они, те самые маски. Которые, которые надо будет нарезать. Ну и декали. Несколько листов. Основные и техничка, скорее всего, это я покажу в обзоре. Ну и, собственно говоря, коробка. Теперь к тому, почему эта модель была приобретена. Именно в 48-м масштабе вышла вот такая вот интересная вещь. Относительно недавно. Как вы можете видеть, это набор клепок, заклепок для данного самолета, для данной модели. Именно Томи в 48-м масштабе. Именно А6М5. А сейчас я вам покажу это поближе. В камере очень сложно сфокусироваться. Как вы можете видеть, все намного подробнее сделано, чем в самой модели. То есть практически все детали будут иметься клепки. И, как утверждается здесь, то, что это все можно осуществить за 3 часа. Но, тем не менее, лучше это все нанести. Оно носится как текали. Нанести и на ночь, и оставить, чтобы оно высохло. А затем уже очистить модель. Здесь вы видите подробную инструкцию. Что да как. Это, кстати, чешская фирма HDW. Это их технология улучшения модели. Что еще сказать. В целом набор как бы дает возможность собрать классический скоробочный вариант сразу же. Поскольку маски имеется. То есть как бы позднее с нарезанием масок или еще каким-нибудь, скажем так, мелочью не будет. А поскольку это Томи, я все, я думаю, будет собираться на раз. То есть никаких проблем со стыковкой и прочего. Тем не менее, я посвящу этому более подробный обзор. Также вы найдете на сайте более подробные фото данного набора. Где все будет объяснено в деталях. А также будут упомянуто некоторые нюансы. На этом на сегодня все. Следите за обновлениями. Будут еще более интересные обзоры. А также мы рассмотрим более подробно этот набор. Заклепок для Zero. Пока!